так прикольно я свой сад пришла а там капает дождь и даже зонтик не хочется открывать вчера я получила солнечный удар и обожгла себе кожу на руках ногах пришла еще рыдала ревела и потом мне бред был после удара лежала там плашмя никакая просто я думаю вообще кино тканьки и сброшу вот голова болела сейчас уже легче сегодня прошла голова мне только сегодня вот а вот сегодня вот дождь пошел под вечер пришла сюда так мокро земля такая мокрая классно все мои цветочки теперь растут хорошо ананасик драконий фрукт там манго меня перегоняет этом драконий фрукт очень быстро растет появилась росточка там надо уже как-то подставку делать у него тут у него манго уже ему год там у него все новые и новые веточки растут растут скоро и вообще он вырастет большим будет это мой корешка там тоже манго то значит заросли и такие вот капли дождевые так приятно на них смотреть они так капают я сразу вспоминаю свой свою украину свою симферополь как я часто в такую погоду ходила в игоринский парк и специально даже не не пользовалась зонтиком мне нравилось когда на меня капал дождь я еще ходила по лужам вот такая сырая земля еще была по такой запах превших листьев такой сырой запах вообще супер загнулся листик банановый листик загнулся ой порвется ветер надул он согнулся вот у меня такая вот банановая пальма уже выросла великая великая вот тут еще два было мне этот в угол посадила потому что они вырастут друг другу мешать будут а это вот тоже растет канистел вырастет фрукты будут меня я вчера им удаврение побросала мне нравится мне нравится такая погода дождливая я специально выхожу любуюсь природой видео снимаю вспоминаю свою украину как я там жила конечно очень скучаю ничего не могу сделать просто ничего вот я выращиваю всякие растения чтобы не скучать чтобы это как-то напоминало мне мою родину это меня лечит это вот тыква тут я посадила вербу после китайского нового года и решила тыкву посадить чтобы не так скучно было вот видите вот тыква теперь оккупировала мою вербу вот оккупаться называется целуются обнимаются вырастет лишь у надеюсь вырастет тому и у этой его все время его называю у вербы новые веточки наросли от вот этих грызочков новые веточки наросли я думаю она будет дальше мне расти там тоже мне усатые полосатые видите он какой длинный длинный усатый он идет и семечки посадила в хорошую землю видите вот какие хорошие прекрасные кусты а так она плетется плетется ползет может только будет что-то от этого пусть растет а это вот пальма вырастет тень будет растение и чтобы что не посажу она будет лучше расти потому что вот эта пальма вырастет она будет давать тень потому что что не посадила все тут сжигает поэтому хоть какой-то толк вот этот савр суп фрукт у меня я недавно посадила купила вот этот один дедушка продавал я купила надеюсь будет пользы это красная банановая пальма надеюсь она не декоративная будут плоды от нее это ее дети вот там еще много такой пустой земли надо думать как как ее использовать куда использовать там фрукт звезда маленький это лимон трава у меня и из косточек авокадо не очень нравится потому что не знаю как вырастут они или не вырастут и как долго не расти будет лучше наверное саженец просто купить и все уже не знаю что мне делать пусть дай бог пусть она растет когда вырастет тут очень мне много травой травы прошу прощения земли стой поэтому я еще буду думать что я туда посажу а это вот банановую пальму я с одного места на другое пересадила потому что там тесно возле манго я решила сюда подсадить и тут место очень хороший потому что растет вот это дерево и я вообще не знаю каким образом так сделалось или появилась может быть из-за это дерево из-за этого дерева тут очень хорошая почва поэтому я вот решила посадить его лучше растет там тоже савар суп из одного места на другой пересадила а это недавно переобрела уже заняла денег вот и купила вот такой вот кустик это называется magic фрут это у него ягоды как у кизила и спит они должны выспить такие же в общем они такие спелые как кизил такие же красные и когда вы кушаете эти ягоды и закусывайте каким-то другим фруктам например лимон после этих ягод вы кушаете лимон и лимоном он становится сладким все из-за того что выпал изначально покушали эти ягоды а если вы не кушаете в начале ягоды и кушаете лимон естественный лимон у вас будет кислый а чтобы сделать кис сладкий лимон в начале нужно скушать эти ягодки вот поэтому я решила купить скорее скорее вот посадила его сюда вот надеюсь что он адаптируется и будет у меня польза вот а это я вот специального не вырывая вот эту аллоказию вот это аллоказия вот это клубень я хочу когда деньги мне будут я своей сестре от оторву этот клубень и отправлю ей пусть она тоже его выращивает у него вырастет большие листья будет может она даже продаст что-то деньги получит ну и сама вырастет поэтому пока не выбрасываю ничего на свалку эти растения хотя эти растения не как сорная трава никак не нужны иду дальше что мне тут недавно горах было купила шелковичное дерево тутовник у меня уже там почка торчит тут почки у меня этого не было этого тоже не было листья были ужасно пыльные такие грязные как будто я не знаю вообще его на при дороге стояла и поэтому вот эти вот отходы от машин этот газ этот пыль и она все летела и садилась на листья и пришлось еще листья вымывать поэтому я тут один раз помыла но она осталась как бы такие разводы и вот дождик повел вроде более-менее что-то очистилась вот ну я рада конечно он уже почками покрылась так что адаптации идет замечательно вот что у меня дуриан этому тоже вот скоро два будет полтора ему уже год-полтора хожу поливаю подкармливаю землю ему даю еще бы ему очень хватает тени оно прямо на открытом солнце стоит растет вы видите листики у него открылись а когда когда солнце светит ему уже сжигает он листики свои старается закрыть а когда дождик он открывает тоже наслаждается ему тоже приятно такая погода поэтому я смотрю на него вместе с ним радуюсь там я недавно поставила колесо и жетолку мало конечно не знаю что мы с ним делать в общем под пересадила я нарцисса которые я покупала на с китайского нового года вот видите тюльпаны нарциссы я тут посеяла клевер вроде побольше было много у меня вот таких всходов потом их меньше количество стало я не знаю по какой причине вроде ожидаешь одно получается всем другое в горах растет клевер у меня какая-то неудача тут не знаю тут тоже значит перенесла колесо с одного места на другое первое место не было очень жарко сжигающее солнце перенесла колесо сюда и землю тоже перетащила пересадил вот эти чернобылцы не очень как видите не очень большинство половина по умирала я взяла сделала чтобы она совсем пространство было заполнено я посадила сюда матиолы посеяла матиолы если вдруг что-то с с ними случается то эти цветы займут матиолы уже умерло надо жалко когда все умирает надеешься на одно получается другой вот тут еще хотела вот куда же кирпичи везде нахожу и тащу сюда потому что кирпичи стоит дорого у меня нет ни денег ни возможностей только одно желание вот хотелось бы длинную такую клумбу сделать длинную длинную из кирпичиков построить его добавить туда земли и посадить баклажанов посадить ну дынь то я не знаю фасоль посадить что-то такое чтобы чтобы не ходить на базар лишний раз пришел сюда вырвал то есть дыню или тыкву или арабуз тот же и кушаешь себе ну так кабачки хотела патиссоны ну не знаю придется наверно в эти клумбочки садить не знаю как у меня с цветами все и ждут так может толк будет какой-то а если не будет толка то придется что-то бахчевое садить ну так вот тут так тихо людей нет птички где-то поют такие пейзажи у меня красивый такой мой сад я сюда очень люблю приходить и отдыхать своей душой где-то гремит еще дождик немножко полило конечно маловато хотелось бы больше ну так вот 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 Продолжение следует...